Эти кадры мы снимали в апреле два года назад, а через пару дней здесь была домашняя игра футбольного клуба «Динамо Барнаул». А это сегодняшние кадры. Согласитесь, что поле выглядит лучше, но комиссия футбольной и национальной лиги запретила проводить матчи на главном стадионе краевой столицы, якобы из-за ужасного состояния газона. Картинка трансляции не будет соответствовать новым требованиям лиги. «Связано в большей степени, конечно, с трансляцией футбольных матчей. Будет принято на днях решение о допуске или недопуске данного поля нашего стадиона «Динамо» к проводимым матчам. Связано с погодными условиями, которые не позволили зайти в определенном процентовке травы. И, соответственно, сейчас прилагается большой ряд усилий для того, чтобы, скажем, поле привести в соответствие». Комиссия определила, что на стадионе только 45% травяного покрова. Все остальное пострадало от погодных условий – зимних дождей и обилия снега. Почва очень сильно промерзла. Специалисты клуба ежедневно проводят специальные работы, поливают газон, засеивают проблемные зоны и раскидывают песок. А пока игровой календарь главной футбольной команды «Край» пришлось серьезно поменять. «Восемнадцатого мы, получается, едем в Казань играть со вторым «Рубином». Ну, это будет выездной матч, то есть мы поменялись кругами, как и с «Крыльями» советов. У нас пока что не приедет точно в Барнаул в этом сезоне – это Нижний Новгород. То есть там конкретно у нас была у них домашняя игра, и там с ними кругами поменяться не удалось. С «Крыльями» удалось, с «Рубином» тоже удалось, с «Динамо» к «Киров». Ну, хочется верить 25 мая, что все-таки мы здесь сделаем большой праздник. Теперь все зависит от решения комиссии. Если стадион допустят, будет праздник. Если же ответ окажется отрицательным, большой футбол в Барнаул вернется только в июне. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.